Зареченские самбисты обеспечили себе участие в первенстве России. На первенстве округа в Нижегородском Кстово наши спортсмены Илья Затылкин, Александр Канадчиков и Никита Мурзаев завоевали три медали разного достоинства. Но первая тренировка после соревнований традиционно началась с разбора полетов. Заслуженный тренер России Владимир Гритчин учит спортсменов не просто проводить броски и удержания, а продумывать тактику каждого поединка. Зачем нужно штрафные очки считать? Вот о чем говорят его штрафные очки? О качестве проведенных поединков. То есть по шести штрафных очков нужно как можно проходить чище. Вот это, то есть не получать штрафные очки тебе дает запас прочности на ошибку. Илья Затылкин стал бронзовым призером первенства Приволжского федерального округа весовой категории до 50 килограммов. Я своим результатом доволен. Есть путевка на первенство России. Хочу отбороться там, тоже показать свое мастерство и, конечно, попасть в призы. Серебро в соревнованиях весовой категории до 65 килограммов взял Александр Канадчиков. На соревнованиях Саша выиграл пять поединков. Я еще раз спрошу вас, работайте и скучайте. Не надо там переключить. Не надо. Александр уверенно дошел до финала, но в последнем поединке уступил сопернику. Я вышел с кустовским спортсменом, с местным. Ну и проиграл финал по последнему предупреждению. А до этого еще был полуфинал. С моим другом, мне на ковре. На ковре, конечно, все противники, так сказать. Хороший парнишка был с Самары. Золото и еще одну путевку на первенство России завоевал Никита Мурзаев. В весовой категории до 71 килограмма он провел пять поединков. Первый проиграл сопернику из Пермского края, но после подробного разбора ошибок собрался и остальные четыре, в том числе финальный, выиграл. Сделал я за эти шесть поединков три удержания и сделал свой коронный бросок через сторону. Раз семь. Обращать не буду на все свои ошибки, которые допустил. Владимир Васильевич скажет. Наши спортсмены уже начали подготовку к первенству России по самбо. Соревнования пройдут в Отрадном с 15 по 19 июня. Анна Сазонова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».